Братва, всем здорова! Вы на канале ММА Ревью. Вот и завершился очередной файтнайт, где в главном бою, сами знаете, кто вернулся в дело, Дастин Парье, он же Бриллиант, против новозеландца Дэна Хукера, который мощно ворвался в топ, оформив парочку ярких побед подряд. В целом прошла хорошая боевая ночка, и хоть карт на бумаге смотрел со средничковым, посмотреть, поверьте, было на что. И уже по многолетней традиции давайте прямо сейчас без лишней воды пройдемся по каждому бою, разберем и обсудим. Ставьте лайк и погнали! Открывал карт хороший джинсер Джордан Гриффин, идущий, правда, в UFC пока что 1-2, против новичка Юсефа Залала, который уже успел ворваться в лучший промоушен и забрать одну победу. И прошел поединок в такой вязкой манере, без опасных разменов стойки, много было резких выпадов и серий, но как-то без ощутимых попаданий. Джордан чаще навязывал борьбу и клинчевал, правда, перевести соперника как следует не получалось. Залал в свое время пытался то коленом подловить, то сам перевести, разок плотно пробил корпус, и стало заметно, как Гриффин после экватора поединка стал проседать по кардио. В третьем раунде Юсеф уже уничтожал в стойке, в одну калитку, джебы, локти, все залетало точно в цель. Гриффин же сушил поединок и просто кидался в ноги, кидался еле дыша, но перевести никак не мог. Все переходило в сухой вязкий клинч, который также выигрывал Залал. И по итогу решением судей Юсеф Залал забирает поединок. Следом женский бой, обе девушки только пришли в UFC, дебютантки из Инвикты, Кэй Хайсин против Джин Ю Фрей. И выдался поединок очень спокойным, Хэнсон весь бой шла вперед, прессинговала. Но соперница в стойке ее не боялась, Фрей все же пробивала потяжелее и ударка ее была получше. Правда опасность Хэнсон была именно в борьбе. Джин Ю Фрей никак не могла раскрыться в стойке, так как боялась тейкдауна, которыми Кэй начала пользоваться со второго раунда и поняла, как ей нужно действовать. В последние пятиминутки Хэнсон сразу пошла в борьбу, попытка за попыткой, переводы не получаются, но потом опа девушки падают. И Хэнсон выхватывает ручку на рычаг, плотно натягивает и заставляет соперницу постучать. Блестящий дебют и большой для нее день, и напомню кто не знал, ей всего 20 лет. Следом вышли тяжи, тоже новенькие в UFC, по одному два боя здесь провели и пока что шли после поражения решениями. Филиппи Линц против Таннера Боссера. И как же резво начали бойцы, сразу размены, куча передвижений, Боссер накидывает лоу-кики, хорошо перекрывается и встречает. Филиппи же осмелился, поменял стиль после прошлого поединка и начал смело накидывать серию за серией. Правда Таннер ловит тяжелым оверхендом Линца, пробивая куда-то за ухо, ноги Филиппи загуляли, Боссер не теряет возможности, разряжает серии, ударов шеи, залетает точно в цели, Линц падает и Боссер за ним добивать. Но благо рефери немедленно вмешивается и Боссер закрывает поражение ярким нокаутом. Ну а дальше вышел же всем знакомый Луис Пенья, интересный боец. Правда пока непонятно, что с его уровнем выступает он с переменным успехом. А соперником его сегодня стал Хама Уорти, попавший в UFC в прошлом году. Вышел там буквально на бой за пару дней, будучи адским андердогом и умудрился оформить брутальнейший нокаут и сделать громкую заявку. И стартует Уорти очень хорошо, в стойке очень опасен, его удары то и дело задевают подбородок Луиса. Пенья конечно отвечает, но это не идет вровень с натиском Каме. Но со второго раунда Луис понимает, что в ударке дело дрянь и что делает, пользуется своей борьбой, то и дело занимает доминирующие позиции, забирает спину, залазит в маунт, навязывает приемы. Но Уорти от всего умудряется избавиться, извернуться и вылезти. В третьем раунде пошли снова размены, тейкдауны Луиса уже не заходили, Уорти очень хорошо их блокировал и продолжал в стойке накидывать. Луис решает пойти за третьей попыткой перевода, но Кама встречает его гильотиной, да такой плотной и страшной, что заставляет Луиса постучать даже без контроля ног. А Уорти добывает вторую досрочную победу подряд, будучи большим андердогом. В следующем поединке выступили прям колоссально разные бойцы. Непобежденный Шон Вудсон с рекордом 7-0 против Джулианы Эросе. С пачкой из 30 боев за плечами, правда в UFC пока что идет 0-3. И сегодня он боролся прям буквально за контракт, да и то прям не знаю. И как же Вудсон здорово начал, первый раунд порхал как бабочка и жалил как пчела как говорится. Эроса вообще не попадал, бегал за ним, гонялся, заряжался, но все мимо. А во втором раунде Шон начал сдавать, все чаще жался к сетке, отвечал, но заметно пропускал, начал уставать. А Джулиан начал его догонять по значимым, в каких-то моментах перебивать и вроде как начал переламывать ход поединка. Но в третьем раунде Вудсон успевает подловить Эросу левым боковым, роняет на канвас, правда финишировать не получается. Джулиан встает и хоть бы что, снова идет вперед, оформляет два плотных тейкдауна, накидывает Дарс и что вы думаете? Заставляет постучать Вудсона и наносит ему первое поражение в карьере. Вот это камбэк. Далее в полусреднем весе хороший нокаутер Такаши Сату противостоял разностороннему дебютанту Джейсону Витту, пришедшему из Эллофуэй. И это закончилось очень быстро, Такаши на первой минуте бьет джеб, щупает дистанцию, где после тут же туда же пробивает тяжелый левый прямой и роняет на канвас соперника. Джейсон пытается спастись в борьбе, но безуспешно. Сату защищается и добиванием финиширует оппонента. Далее, средний вес, яркий финишер Брэндон Аллен, который мощно залетел в UFC с двумя финишами в ряд, противостоял непобежденному дебютанту, хорошему джиттеру Кайлу Дукасу. Семь побед у него всего в карьере и шесть из них были приемами, но сегодня его соперник Аллен на канвасе тоже кое-что умел. И как же поединок брутально начался, первые мелкие размены как вроде заходят в безобидный клинч, в котором Аллен дотягивается коленом до подбородка дебютанта и роняет в тяжелый нокдаун. Правда финишировать не получается, пробовал он и добить, и сабмишен, но безуспешно. Дукас возвращается к нам, выживает, борется и заканчивается раунд позиционным грэплингом, где угрожал ту один, ту другой и большим рассечением дебютанта. Второй раунд прошел весь в борьбе, первую половину удавалось забрать Дукасу, а во второй уже действовал Аллен, где даже на последней секунде умудряются встать, и во время гонга Брэндон умудряется снова уронить дебютанта. В третьем раунде снова Партер, который уже был весь под контролем Дукаса, все время он был за спиной, пытался ему прибрать к рукам шею Аллена, но немного не хватило, и поединок чудом дотянул до решения, где победу в очень волевом бою забрал Брэндон Аллен. Следом снова тяжелые ребята, Джан Виланте решил подняться из полусреднего, где дела у него шли не лучшим образом, а поприветствовал его в тяжах Морес Грин, который уверенно шел с тремя победами подряд, пока не повстречался с Павловичем и Олейником, которые сумели его удосрочить, и сегодня обоим нужно было закрывать поражение. И это конечно интересный выдался поединок, Морес всю дистанцию накидывал джебы и лоу-кики, когда Виланте банально не мог дотянуться, просто ходил вслед за соперником, и как-то было непонятно, зачем он сегодня вышел. После Джан начал тоже пробивать лоу-кики, и эти удары хотя бы проходили, но Морес продолжал в разы его перебивать с дистанции и контролировать за счет размаха рук. Но в середине третьего раунда Виланте попадает тяжелым боковым и срубает Мореса на канвас, начинает засаживать кучу локтей, добивать, бьет, бьет, но финишировать не получается. А тем временем хитрый Морес аккуратно накидывает прием и заставляет неожиданно Виланте постучать, вот это да, вот это развязка. В Комэн-Ивенте вернулся в дело всеми любимый безумец Майк Перри. Идет он после поражений, да и в целом за последние три года у него всего 4 победы и 5 поражений. Но каждый его поединок это определенно брутальное шоу, либо заруба, либо кто-то обязательно улетает в нокаут. В общем Майк выступает в UFC заслуженно, каждый раз ставя на карту все. А противостоял ему Микки Галл, боец, который с дебюта в ММА считайте попал в UFC. Но идет аккуратно, много побед, побед приемами, грэплинг его на уровне, но выступает редко и за последние три года у него всего 2-2. И начинает Перри резво, летит вперед, но натыкается на острые джебы Микки. Правда потом не тушуется, пара лоу-киков, мощный бросок с прогибом, пробует прием. После занимает маунт и в партере в первом раунде смотрится впечатляюще. Во втором раунде Перри снова в стойке смотрится не лучшим образом. Казалось бы, зато в борьбе успешен, переводит, доминирует, кто бы мог подумать. Вроде как все должно было быть наоборот, но зато стало заметно, что в конце второй пятиминутки Майк начал уставать. Правда это ему не помешало пробить, мощнейший правый и очень тяжело уронить Галла на канвас и едва под гонг не финишировать локтями. В третьем раунде Перри уже в одну калитку разбивал Галла, конечно тот огрызался, отвечал, но мощь и попадание были несравнимы. Галл пропускал серии перкотов, хайкики, после снова перевод, локти, фуллмаунт и добивание. Где Перри обрушивает такие сокрушительные локти, что я думал пробьет канвас, но каким-то чудом Галл вяжет и дотягивает до конца поединка. Где решением уверенно Майк Перри забирает победу и под боевые крики возвращается на победную тропу. И в главном бою вечера в легком весе, Дастин Парье вернулся после самого длительного простоя в карьере. Шел он на блестящей победной серии, где разобрал всю верхушку дивизиона и заслуженно получил титульный шанс, где уступил Хабибу Нурмагомедову. Сегодня Дастин обещал вернуться на победную тропу и сделать новую заявочку на золото UFC. А противостоял ему голодный ударник из Новой Зеландии Дэн Хукер. Дэн три года назад уверенно пошел вверх по рейтингу, разбирая всех подряд на своем пути досрочно. И вот после поражения Барбози сумел оправиться, одержать три яркие победы и залететь в топ-5. И уж очень он хочет получить титульный шанс, но сегодня на его пути был не кто-то там, а возможно лучший ударник в UFC в легком весе на данный момент. Начинают бойцы активно и сразу бросаются в глаза мощные лоукики Хукера. Раз за разом он их пробивал и даже умудрялся выбивать переднюю ногу Дастина. Когда Парье больше пробивал корпус мидлкиками, но и пару раз тяжело заряжался и тяжело попадал. Но Дэнчик в долгу не оставался и достойно отвечал. Во втором раунде Парье уже больше пошел вперед, хотел зарубиться, подбешивали его эти лоукики. После были прям страшные размены около сетки на ближней дистанции и прям так плотно ловили по бороде, что вот-вот кто-то бы упал, но нет. Дастин уничтожал Хукера, но в концовке схавал такие тяжелые серии, что чуть было не рухнул на канвас. В третьем раунде в начале Парье смотрится снова лучше, Хукер делает перевод, Парье закрывает плотную гильотину, но Дэн выбирается, лежит в гарде. Дастин встает и завершает раунд плотнейшей серии с боковых и локтей. В четвертом раунде Дэна уже было не до разменов, он лезет в борьбу, делает тейкдаун, потом еще один, но Парье легко встает и отвечает своим переводом только тяжелым, забирает ноги в стиле Хабиба и накидывает, но теряет свою доминирующую позицию, пытаясь выйти на прием и заканчивается раунд смены позиции в грэплинге. И в заключительном раунде сил у обоих уже было мало, но Парье продолжал идти вперед, шли вроде как 2-2 по раундам и походу это был решающий. Дастин в ударке смотрелся куда лучше, когда Дэн уже заметно старался избегать попаданий и пытался сушить бой в борьбе или клинче. Нет у этого парня кардио на чемпионской дистанции, какой там Хабиб? Десяток попыток тейкдаунов Парье остановил и продолжал натыкивать на канвасе, где и по итогу поединок дошел до решения, в котором Дастин Парье забирает поединок на характере. Вот такая вот интересная ночка завершилась, пишите в комментариях какой бой вам больше всего понравился и какой поединок вас больше всего удивил. А на следующей неделе брат Ванос ничего не ждет, небольшой перерыв от турниров, но это всего лишь затишье перед Борей, потом стартует UFC на бойцовском острове сразу 4 турнира подряд. 12 июля, 16, 19 и 26 июля. А встречает нас сразу номерной карт UFC 250, Петр Ян, Жозе Альду, Камар Усман, Гилберт Бёрдс и Макс Холлоуэй, Алекс Волкановский. Все это 3 чемпионских поединка подряд, и напомню, что все бои мы уже разобрали на канале и обсуждаем в комментариях их каждый день. Ссылочки будут в описании, обязательно посмотрите. Ну и напишите за кого будете болеть на следующем турнире, заберет ли пояс Петр Ян, как выступит Бёрдс и вернет ли свое Макс Холлоуэй. А у меня же на сегодня все друзья, ставьте свой мощный бойцовский лайк, обязательно прожимайте колокольчик и подписывайтесь на канал. Всем здесь рад, всем мир, не прощаемся. Субтитры сделал DimaTorzok